Упаковывают вот эти... Это готовая продукция? Да, это готовая продукция. Свои изделия Облаковский завод поставляет на все ведущие российские автомобильные предприятия. Он является крупнейшим в Европе производителем резинотехники. Но значительная часть заказов идет именно от автомобильных заводов России. На разные модели, да? Да, 2106, ВАЗовская, 2101, вот здесь вот эта Газелина 3302, ну и дальше вот это все. Это КамАЗ. При их объемах производства просто не могут не развиваться. В 2013-м на участок приобрели современное европейское оборудование. Теперь открывают этот цех по металлообработке и изготовлению пресс-форм. Новые технологии позволят в несколько раз повысить производительность труда и обеспечат высокую точность обработки деталей. Вы теперь можете почти твердо стоять? Мы стояли и будем стоять. Вот это вот. Вот это самое главное. В Балаковском районе на ноги ставят еще одного титана. Открывается долгожданный завод «Балакова Центролит». Строить начали с нуля и по самым современным технологиям. Это первое в регионе металлургическое предприятие. 18 тысяч тонн литья в год помогут обеспечить не только саратовских производителей, но и выйти на межрегиональный рынок. Именно такие заводы должны поднять саратовскую промышленность, говорит губернатор во время обращения к жителям региона. Задача профильных чиновников – обеспечить взаимодействие областных предприятий. Задача ведомства – выступить координатам и организаторам производственных цепочек. Чтобы, к примеру, жировой комбинат закупал тару не в других регионах, а одной из эндельских производственных площадок, способной обеспечить его потребности. Если действия предприятий будут скоординированы в области, можно организовать совместно с иностранными партнерами производства того же картона. Балакова Центролит – это лишь первый шаг в развитии промышленности. В этом году в области запускают четыре новых завода, в том числе литейных. Это в дальнейшем позволит региону стать одним из российских лидеров в отрасли металлургии.